всем привет в данном видео я покажу как установить mysql на свой компьютер на операционной системе windows а также вместе с ним мы поставим компонент такой как workbench это кросс-платформенный инструмент который предоставляет нам возможности проектирования реализационных баз данных он является инструментом с открытым исходным кодом который добавляет функциональность упрощает разработку при работе с mysql и sql соответственно он объединяет проектирование разработку создание администрирования и обслуживание с кел а также представляет и предлагает конечно же то что нужно большинство новичкам и не только новичкам это графический интерфейс для структурированной работы с вашими базами данных ну и давайте будем начинать повторюсь данное видео только для тех кто использует операционную систему windows до тех кто использует операционную систему макусь на канале точно также есть видео на эту тему пишем в запросе mysql наш интересует первая же ссылка вот она здесь мы нажимаем на кнопочку download нам далее нажимаем на данный баннер больше ничего здесь кликать не требуется и скачиваем файл который весит 285 метров когда вы смотрите видео возможно он обновился имеет немножко другую версию но суть установки одна и та же поэтому нажимаем download здесь нас попросят с вами зарегистрироваться но мы можем это все дело пропустить нажав кнопочку но thanks после чего вам предложат сохранить данный файл в какую-то папку я сохраняю в загрузке и он начинает свое скачивание после того как он скачает файл мы с вами продолжим дальше итак вот наш файл соответственно здесь нас интересует элемент кастом выбираем его далее добавляем здесь mysql сервер и в аппликейшн мы добавляем сам workbench нажимаем далее нажимаем и устанавливаем наш mysql сервер и нашу программу mysql workbench после того как они установились итак после того как они установились мы нажимаем на кнопочку next здесь мы также нажимаем на кнопочку next здесь мы оставляем все как есть если вы первый раз создаете локальные отключения то у вас порт 3306 будет свободен если ранее вы уже создавали какое-то подключение это просто здесь замените порт 3306 на 33 07 например здесь также оставляем все по умолчанию и создаем пароль для входа я сделаю его простым просто root то что он говорит о том что порой слабый ничего страшного можно спокойно нажимать next здесь также все оставляем без изменений нажимаем next тут также все без изменений опять next и здесь опять нажимаем кнопочку execute все наши процессы должны установиться успешно и во всех пунктах мы должны увидеть зеленые галочки отлично финиш next здесь галочку мы не убираем и нажимаем финиш ждем вот запустилась наша программа наш локальный компонент уже создан мы можем открыть пароль тот что мы свалили и создавали ранее после чего нас перекидывается интерфейс для работы с базами данных также я хочу обратить ваше внимание что при вводе команд они появляются в нижнем регистре нижний регистр не приемлем для работы с скил запросами поэтому давайте сразу же вместе с вами перейдем в верхний регистр для этого нужно сделать следующее открыть edit референс далее открыть вкладку в разделе скил эдитар под названием кури эдитар и здесь поставить галочку на юз а перки из киева теперь все подсказки всплывают в верхнем регистре как и положено вот так устанавливаем наш sql а также программу workbench для работы с реализационными базами данных на этом все